Приветствую всех! JobSchool, с вами я, всё ещё, Достон. И в этом уроке на нашем курсе мы научимся, как приглашать кого-то куда-то. То есть, когда вы хотите кого-то пригласить на английском языке, в кино или ещё куда-то, как же сделать это, чтобы это звучало положительно, чтобы это звучало к месту. Это очень важно, я надеюсь. И этот урок поможет вам в общении, и также вы можете использовать это везде. Давайте же начнём наш урок. Помните, в прошлом уроке, если кто был, мы разговаривали, учились разговаривать по телефону, да? И также можем, например, позвонить человеку и куда-то пригласить. Для того, чтобы это сделать, например, если вы человека немного знаете, хорошо, да? Вы, например, можете сразу у него спросить, do you want to go? И какое-то место, например. Какое мы можем вместо сказать? Do you want to go? To the cinema. Do you? Want to go to the... И какое-то место, да? Place. И, например, какое-то время, например, мы можем сказать. This... на этой неделе. This weekend. This weekend. Какие дни входят? Weekends. Суббота и воскресенье. Friday. Ага. Суббота и воскресенье. Ага. Суббота и воскресенье, да? Суббота и воскресенье. Фарангист, например, пригласи меня куда-то. Например... Какое-то твое любимое место. Maybe restaurant. Restaurant? Хорошо. Cinema, theater, theater. Do you want to go to the restaurant? This weekend with me? Yes, sure. Например, могу сказать, да? Здесь можно, да? Да, конечно. Yes, sure. Если, конечно же, да. Если вы с человеком не так близко знакомы, вместо того, чтобы сразу куда-то его звать, нужно немножко подойти к нему. Я имею в виду, что начать как-то разговор об этом. Например, вы можете спросить, занят ли он, да? Какие-то планы есть у него на выходные? Как это мы можем задать этот вопрос? Тоже вопрос сначала идет, да? Do you have three times? Do you have... 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 Any... Какие-либо планы на выходные? Any plans. Any plans. Plans? This weekend. This weekend. This weekend. И давайте представим, что вы отвечаете на это. Давай... Erkin. Erkin, да. Erkin, давай скажем, что ты не можешь пойти. Как ты можешь сказать это? Чтобы не говорить no, как можно это более polite, да? Более вежливо, нет сказать. Как ты думаешь? Sorry, I haven't much plans at the weekends, you know? Да, да. Или я точно не уверен, да? Мне если нет времени. I'm not sure. I'm not sure. Да, или там... I'm not sure that I will have three times. Sorry, да? Извиниться, чтобы не обижался человек. И если человек может вам ответить, да, если у него есть время, он может сказать, например, да, вы спросили, в какие дни он свободен. Например, вы можете сказать, oh, I think I have something, там, что-то у меня есть. Я должен встретиться с друзьями, например, в пятницу, да, on Friday, I'm going out with my friends. И если он скажет, I'm not doing anything on Sunday, это означает что? Он свободен. He's free, да? He's free. He's free, да? Он свободен. I'm not doing anything, да? Значит, это означает, я свободен. Это означает, I'm free. И также у нас есть такая фраза, как do you feel like coming along? Это означает, do you feel like, это выражение у нас есть так. Например, вы дальше продолжаете диалог. Do you feel like coming along? То есть, хотел бы, да? Да, do you feel like, это у нас означает то же самое, как do you want to, да? Здесь мы уже использовали, do you want to. И можем сказать, например, do you feel like coming along? Вот. И как теперь ответить на этот вопрос? Как вы думаете? Если вы хотите. Наверное, I feel like. Да, можно сказать, это звучит классно, это звучит круто, я бы с удовольствием пошел. Это звучит... It sounds great. Да, да, it sounds great. Да, конечно же, я хотел бы с свое пойти, да? И там можете продолжить и уже обговорить точно какое-то место, да? А, это как would you like? Да, 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 что-то типа такого. Do you feel like? Хотел бы ты, да, то же самое, да. Да, и дальше можете уточнить, конечно же, время. And what time или where, да? Чтобы не искать друг друга. What time and where? Наступите. Давайте теперь откажем человеку, чтобы это тоже звучало не так уж грубо. Еще раз давайте. I don't feel like? Да, да. I don't feel like... Да, у меня... Я не уверен, да, еще раз. I'm not sure. I'm not sure. Какой-то придумать... Да, отговорку какую-то. Что, например, ты придумала бы? Отговорка. Чтобы отвязаться к другому человеку. То, что я занята. Боих рон. Что я не... Скажи лучше, давай потом встретимся. Позже. I'm busy. I'm really busy, да? Я очень занята. See you later. See you later. Можно сказать, например, да? Мы изучали фразу, помнишь? Catch you later, да? Можно сказать не catch you, а let's, да? Давай. Let's catch up, да? Let's... Catch up later. Catch. Да. Catch up. То же самое, как catch you later. Catch up later. Нам как-то потом встретимся. Да, даже если это неправда, даже если у вас нет ничего делать, просто это приятнее, чем просто услышать нет. Да. Это звучит более... Естественно, да. Это не очень грубо. Не очень сухо, как но. Надеюсь, сегодняшний урок помог вам придать более уверенности, когда вы должны кого-то пригласить куда-то, формально или неформально. И также не забывайте смотреть предыдущие уроки, связанные с грамматикой. И также разборы фильмов и сериалов на английском языке. Все будет здесь, в плейлисте. Да. А мы с вами увидимся на следующей неделе. See you next week. Bye-bye.